Даша Егорова из 16. Она любит танцевать и играть на виолончели. На последнем увлечении, которому уже 9 лет, она и написала в работе на конкурс «Путь к успеху» и победила. Ведь научиться играть на инструменте Даши было гораздо сложнее, чем с верстником. С рождения у девочки отсутствуют фаланги на правой руке. Было сложно держать смычок, падала, волновалась, переживала, думала, нет, я все брошу. Потом взяла себя в руки, нужно добить до конца. Если я взяла, значит я доделаю до конца. Когда я играю на виолончели, у меня чувство такой вот уверенности в себе, что ли, силы. Ну, то, что я смогла, я играю, и то, что уже 9 лет я занимаюсь, нисколько об этом не жалею. Рядом с Дашей на мастер-классе по бесконтактному рисунку Ваня Левочкин. Он тоже призер конкурса. Его медицинской карточке за 13 лет кажется бесконечный список заболеваний, чего только стоит 8 операций в первые 4 года. А Ваня перед трудностями не отступает. Это вообще его девиз в жизни. Он пишет рассказы и участвует в конкурсах. Перед встречей с губернатором Ваня немножко волнуется, а потом понимает, что зря. Шансов очень такой, вот видно прям, что он любит тут общаться, и что он готов всем вот помогать. Вот он прям человек с душой. Ему так понравилось с нами вот говорить. Сейчас есть все-таки люди с ограниченными возможностями. И вот хорошо, что такие вот люди, которые в Валерии Вавленович, они готовы им помочь, и они неравнодушны к ним. Всего 16 победителей в трех номинациях. Я могу, мой большой успех и спасибо за поддержку. Всего же участие в конкурсе принимали около 200 человек. Дети и взрослые со всех районов города и области. Вы знаете, что самое сложное было в организации этого конкурса? Это определить победителей. Потому что все 194 человек, которые участвовали, они заняли самые первые места, которые только можно занять. История каждого из них – это достойно отдельного фильма, отдельной книги. Нам самое главное, что нужно сделать, это сделать, чтобы все достояния, которые есть у нашего общества, особенно наши социальные объекты, объекты, которые дают развитие, которые дают дополнительное образование, чтобы они были доступны для тех, у кого есть определенные ограничения. Мы сейчас заканчиваем в этом году, вот до конца того года осталось совсем немного. Полную инвентаризацию прошли 30 тысяч объектов. И перед главами наших муниципальных районов, перед всеми системами, мы ставим задачу как можно более быстрое время сделать их доступными. Конкурс для людей с ограниченными возможностями «Путь к успеху» проходит в регионе впервые. Но после встречи с победителями его обещают сделать ежегодным. В первую очередь для того, чтобы об этих нижегородцах узнали, «А кто-то, возможно, решил, и я так смогу». Ксения Доринова, Левтина Батурина, Иван Масов. Объективно. ННТВ.